Тяжелые дни мы переживаем, что уж там, тяжелые. Вот эта вся история последней недели, столько всего. На нас обрушилась. Авдеевка на нас обрушилась, потери Авдеевки. Я когда приехал в Украину, а приехал я в 2016 году, то буквально через месяц-два, я точно не вспомню, но зимой с 2016 на 2017 год происходили эти события, начались бои за Авдеевку. Так что Авдеевку россияне брали отнюдь не 4 месяца и не 5, как они говорят, а все-таки 8 лет. Где вы были 8 лет? 8 лет мы завоевывали Авдеевку. Этим людям будет что вспомнить на свалке, они 8 лет бились за Авдеевку. Я про россиян сейчас. За 8 лет им в результате это удалось, но тем более последние полгода они поднажали. Что касается того, с каким результатом наши вышли из Авдеевки. Да, я вам кое-что скажу сначала, сразу, извините. Дело в том, что пока я готовился к эфиру, я, конечно же, пелькоти орать, я, конечно же, смотрел и читал ваши сообщения. Сейчас вот я не могу их читать подряд, но кое-какие я выписал. И что я увидел? Чат канала Шатерман, вот этот чат, который до начала стрима, стал уже прям полем битвы, вы знаете. Уже нет того единения, как раньше, когда включаешь чат, а там Михаил, вы золотой, вы наш любимый, самый единственный, любимый. Нет, все. Уже конфликты, драки, битвы. Причем есть очевидные провокаторы, которые приходят специально поднять свои темы. Есть очевидные даже агенты России специально приходящие. Но есть и конфликты, которые удается разжечь. Вот про несколько из этих конфликтов хочу вам сразу сказать. Конечно же, они не только в чате, иначе бы я про это не говорил, не уделял бы такое внимание. Они везде. Они в чате, они в обществе у нас. Они на стримах, в телевизорах и так далее, и так далее, и так далее. И это важно. Ну вот, например, из Авдеевки надо было все-таки выходить раньше или выходить позже? Ну то есть кто виноват в том, что вовремя не ушли? Виноват Порошенко или Зеленский? Или все-таки Сырский или Залужный? Или Залужный сказал, что надо выходить, а Сырский был против? Или наоборот, Залужный был против того, чтобы выходить, а Сырский наконец-то вышел? Много вопросов, согласитесь. Отвечаю сразу на все эти вопросы. В день, когда мы уничтожим последнего российского оккупанта на территории Украины, вот он будет уничтожен, последний российский оккупант, а их сегодня здесь 400 тысяч примерно, только военных, мы обязательно с вами сядем это обсуждать. Мы сядем, я засуну себе палец в нос, вот так, буду колупаться в носу и говорить, ну что, мне лично кажется, что тогда, в далеком 2024-м, все-таки прав был вот этот, а не вот этот. А сегодня я вижу ваши прямо битвы, зато это Зеленский или Порошенко. Дорогие мои друзья, уверяю вас, почему вы можете успокоиться, знаете, что успокаивает? То, что после войны ни Зеленский не будет президентом Украины, ни Порошенко не будет президентом Украины. После войны президентом Украины будет кто-то из тех, кто сегодня на фронте. Так или иначе, может быть Залужный, может быть Сырский, может быть Белецкий, может быть любой другой из тех имен, которые я пока не называю, потому что я плохо знаю все эти имена наших героев, их много. Может быть Буданов, я не знаю. Но я не верю, вот лично я это субъективно, очень субъективно. Я не верю, что после войны президентом будет Зеленский или Порошенко. Поэтому их политическая борьба между собой лишена сегодня смысла, политической. Нет, есть президент, есть глава оппозиции, у них есть какие-то там, когда они борются за хорошее общее будущее, совместно пишут хороший закон и вау, молодцы оба. Но борьба за политические рейтинги между ними, по-моему, лишена смысла. Никто из них не будет президентом. Мне так кажется. Но как только мы уничтожим последнего российского оккупанта, мы обязательно с вами обсудим, кто из них лучше, а кто хуже. Обещаю вам просто, специальный стрим посвящу. Еще один тоже вопрос, который все время тут прям все. А вот скажите, вот в марте, это мне прям спросили, серьезно, а вот в марте же заканчивается легитимность Зеленского. Это же теперь как тогда будет? А вот как будет, он будет легитимный или он будет нелегитимный считаться? Ну это понятно, что вопрос, приходящий из России, да, в конце концов. Но мне-то его спрашивали уже украинцы и украинки, которым в голову занесли это из российской пропаганды. Отвечу. В день, когда мы депортируем последнего гражданского оккупанта из Украины, мы обязательно с вами этим займемся. Вычислением того дня, когда был последний раз у нас легитимный Зеленский, а когда стал нелегитимным. Но это будет в день, когда мы депортируем последнего завезенного сюда гражданского оккупанта. У нас их много, миллион примерно. 600 тысяч в Крыму это официально завезены россиянами. Под 100 тысяч завезено в этот самый, в Мариуполь. В Мелитополь даже десятки тысяч завезли гражданские оккупанты. Вот тут у нас с вами будет дискуссия, к счастью. Когда наши войска освободят Мелитополь, освободят Мариуполь, будет дискуссия. Вот эти гражданские оккупанты, которые приехали, купили квартиры в ипотеку и так далее. Не военные, не те, кто совершал преступление. Вот их сажать в тюрьму в Украине или депортировать в Россию сразу. Почему? Они все совершили уголовное преступление тем, что незаконно пересекли границу. Мы, по идее, можем их посадить в тюрьму. Это будет абсолютно в рамках международного права. Ненадолго, лет на 8. А можем проявить такую благородность победителей, искать валителя отсюда нахер. Вот вам даже 24 часа и можете даже взять один чемодан вещей с собой. Не, мы никто не будет разбираться, что они тут что-то купили. Это все будет их проблемой. Это им пускай Россия компенсирует. Но, тем не менее, вот тогда мы сядем, обязательно сделаем отдельный стрим и выясним, когда был последний день легитимности Зеленского. Потому что умение вот это колупаться в документах, а посмотрите, а вот же по бумажкам-то, вот так вот. Это прям как будто Путин придумал этот аргумент, понимаете. Кто там какого числа последний день легитимен. Но это прям путинская выдумка. Это они в России, вот российское руководство нынешнее. А посмотрите, по бумагам Навальный вот умер сам. Сам умер, скончался, видите. Мы тут ни при чем, мы его не убивали как бы. Тоже вот вопрос задают мне. А вот Навального отравили все-таки сейчас в тюрьме? Или он уже там сам в тюрьме умер? У меня есть ответ на этот вопрос абсолютно однозначный, сто процентов. В день, когда мы повесим Путина, ну и остальных, кто посадил Навального в тюрьму, всех его приспешников путинских, мы обязательно в этот же день прям займемся и следуем вопросом, все-таки он сам умер в тюрьме, или все-таки его там отравили отдельно. Но это в день, когда повесим Путина. Мне вообще кажется, что главным тогда противоречием между нами и новыми властями, которые будут на территории нынешней Российской Федерации, будет, где вешать Путина? Все-таки на Красной площади или на Майдане? Мы из-за этого прямо начнем такую дискуссию, такую свару, вон будем ругаться сидеть. Но тогда же обязательно и тот вопрос тоже решим. Вот, это по поводу того, я хотел сказать, по поводу всех ваших споров, которые были до начала стрима, и по поводу споров, которые сегодня есть в обществе, многочисленных. Я понимаю, что в этих спорах вы скорее вымещаете, зачастую, собственно, бессилие и ужас. Это правда, я знаю. Но я в них не участвую. В Авдеевке, как сегодня сообщил наша сила обороны, официально, вооруженная сила Украины, пресс-центр сообщил, что в Авдеевке с 3-го, нет, с 10-го октября начался штурм Авдеевки россиянами, 10-го октября, и закончился он взятием Авдеевки 17-го февраля, вчера. То есть, давайте так, значит, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца и 7 дней шел штурм. Россияне потеряли за 4 месяца и 7 дней только там, только в Авдеевке. 47 186 военнослужащих, 47 тысяч россиян там погибло, 363 танка, 748 БМП, 20 48 артиллерийских систем, 5 самолетов. Кстати, вчера мы сбили 3, и сегодня еще 1. Но 47 186. Надо ли радоваться этой цифре? И да, и нет. Потому что надо помнить, что нам Зеленский, президент Зеленский сказал, что у нас потери в Авдеевке 1 к 7. А теперь без меня посчитайте, потому что я не хочу этого услуга делать. Просто не хочу, друзья мои, не хочу. Если россияне потеряли 47 тысяч, сколько потеряли мы? Сколько погибло украинцев? Сколько украинцев убито в битве за Авдеевку? Посчитайте. Только не говорите. Ну или говорите, но я не буду называть. Потому что это люди все, живые люди. Но они погибли не зря. Вы думаете, что обороняли Авдеевку зря, если из нее отошли? Нет. Цель этой оборонительной операции, как любой другой, уничтожать силы противника. Это убитых и раненых вроде ворса. Насколько я понимаю, это убитых или тяжело раненых, то есть выведенных и строенных совсем. Не тех, кто завтра вернется на войну. Сейчас я тут кого-нибудь забаню для разнообразия, просто чтобы это. Вот. И человека по имени Шаламель Соломонович Шлептер-Мацаедов я решил забанить. Ну согласитесь, что просто за саму фамилию Шлептер-Мацаедов надо банить сразу, правда? И это не будет признаком антисемитизма, я надеюсь. Будем считать это первой шуткой этого выпуска, то, что я зачитал вообще имя этого человека. Да. Ого, ник. Да, бывает, не лень же им сочинять ники. Может им платят за каждую букву в нике. Я думаю, там пост, я не стал его сейчас зачитывать, был очевидно, из России написан, но я не стал его читать. Но мне думается, может им за каждую букву в нике платят. Вы знаете, я сейчас зачитаю еще одну цитатку, ну хотя тут не совсем цитатка. Так вот, Байден вчера сказал, президент США целый, целый президент США, что оказывается, вооруженные силы Украины были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США. Это Байден сказал, не Шетельман вообще, ни разу не Шетельман, даже не Зеленский. Это сказал Байден, что оказывается, вооруженные силы Украины отошли из Авдеевки из-за того, что Конгресс не проголосовал за выделение нам помощи. У меня, знаете, у меня поменялось отношение к этой военной помощи, которую нам Конгресс не выделил. Поменялось следующим образом. Вот раньше я много раз говорил, у нас сейчас многие смотрят из Америки, я много раз говорил, что это суверенный выбор американского народа, помогать, не помогать. Это же ваши деньги, не наши. Что правда, ваши деньги и не наши. Но мы же просим не денег. Давайте так, ту часть, которая деньги на финансовую, гуманитарную помощь, ну оставьте, вы уберите из пакета. Оставьте нам только военную помощь, только чтобы мы могли воевать, чтобы мы могли защищать свои и ваши жизни в том числе, чтобы мы могли уничтожать ваших врагов, не только наших, это ваши враги. Российская армия, это ваши враги тоже. Поэтому мы теперь просим не деньги. Деньги нам Европа дала, Евросоюз уже дал нам деньги, все, 50 миллиардов. Дайте нам оружие. Дайте нам оружие. Это оружие сделаете вы на своих заводах. Дайте нам это оружие. Как вы его давали многим уже в истории. Вы, Америка, в смысле, давали его многим в истории, кто боролся за свою жизнь и свободу. Это все равно, что, ну понимаете, да, вот у вас есть оружие, вы должны просто протянуть человеку, который защищается от убийцы. Не более чем. Этот человек не просит у вас денег, не просит у вас хлеба даже. Нам уже Европа хлебом помогла тоже. Наше зерно, которое собрали на полях, где заминированы россиянами поля и собирали его под обстрелами. Там в Европе высыпали из грузовиков. Ну, чтобы в знак протеста, понимаете. Так что Европа помогла. Ну, шучу, это я так, в адрес конкретных людей сейчас, которые это сделали. Европа помогла, 50 миллиардов евро, это серьезные деньги очень. Нам только оружие надо, больше ничего. От Америки больше ничего. Ну, шучу, это всё. Ну, шучу. Ну, шучу, это всё.